Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хвала Всевышнему Аллаху за благо того, что Всевышний Аллах сделал нас из числа мусульман, предпочитая нас, оказав такое великое почтение для нас, ибо заслуги наши, если бы не воля Всевышнего Аллаха в этом нет, это то самое великое благо, за которое нам нужно воздавать хвалу Всевышнему Аллаху ежесекундно, ежечасно, всегда. Мы это благо порою не оцениваем по достоинству, и смотрим на другие блага, которыми Всевышний Аллах испытывает, другие народы, других своих рабов, но однако самые почтенные, самые обладающие наилучшим благом, это тот, кто улучшил свой ислам, улучшил свою покорность Всевышнему Аллаху. Сегодня я хочу рассказать опять-таки о нашем успехе. Сегодня очень много модно говорить об успехе человека, какой человек является успешным, и, конечно, когда говорят об успехе, тут же мы представляем, большинство молодежи представляет успешным, под словом, успешным человека богатого. А в исламе, с точки зрения ислама и в хакикате, по-настоящему успешным является человек, который успешен всесторонне. Человек, который разбогател, да, он успел, получил успех только в этом, если у него нет другого успеха. Если ты преуспел в этом дуне, обустроил, благоустроил свою бренную жизнь, позабыв при этом вечный мир, не позаботился о том месте, где тебе предстоит вечное пребывание, разве это успех? Как можно назвать успехом то, что очень быстро придется покинуть? И хочу немного рассказать об этом успехе, что дает нам, делает нас успешными, успешными среди людей. Дорогие братья, каким бы мирским успехом мы не обладали, если наши дети не стали теми, какими бы вы хотели их увидеть, какими бы вы хотели бы, желали бы оставить их после себя, со своим имуществом, какой это успех, скажите? И вот хочу я сегодня вам рассказать, что дети на сегодняшний день есть двух типов, есть две категории детей наших. Есть дети, которые сокращают жизнь своих родителей, которые хоронят своих родителей заживо, и упаси Аллах, родители которых желали бы только лишь одного, чтобы Всевышний Аллах поскорее избавил от этого сына или же дочери. Упаси нас, Аллах, от таких детей. Есть такие дети, которые своим существованием только продлевают жизнь родителей, которые радуют, приносят каждый день радость своим родителям, матери, и которые продлевают жизнь своих родителей даже после их смерти, неся в себе след воспитания своей матери и своего отца. Вот если мы в своем селе, в городе вспомним людей, вот кого больше всего люди в его окружении, больше в сердцах у людей, какие люди остаются, какие имена у нас больше сохраняются в сердце, в сердцах общества. Если вы видели, чтобы как-нибудь человек остался в душах у людей только потому, что он построил большой дом, только потому, что он ездил на хорошей машине, он очень быстро предается забвению, о нем очень быстро забывают. Но если у этого человека, допустим, было это все, и к тому же у него остались сыновья, дочери, которые поминают Всевышнего Аллаха, продолжают поклоняться Всевышнему Аллаху, возносить мольбу за своих родителей и показывают своему обществу, где они живут, не показывают, а живут таким образом, в котором это общество их ценит, как этих людей узнают? А, эти дети такого-то Мухаммада говорят, это дети, дочь такого-то Румара говорят, потому что это живое потомство, которое сегодня живет, узнают по имени их предка, хорошего предка. Так или не так? Вот наша задача, чтобы быть успешными, наши дети, чтобы остались, стали таковыми, которые будут для наших сердец, как эликсир, как лекарство. А как можно достичь такого успеха? Конечно, такого успеха нельзя достигнуть, гоняясь только лишь за мирским успехом, за богатством. Именно о таком потомстве, которое будет радовать своих родителей, Аллах Аззава Джаля, в Священном Куране, и говорит, «Аузу билляхи минас-шайтанир-раджим». Слушайтесь внимательно, Аллах говорит, «Вал-лазина аману, ваттаба'атхум дзурриятухум би-иманин, аль-хакна бихим дзурриятахум, ума алятнахум мин амалихим мин шай-садакаллаху л-разим». О, и те, которые уверовали, говорит Аллах, и за которыми в их вере последовало их потомство. Посмотрите, Аллах говорит о нас и о нашем потомстве. Если они последовали за вами в вашей вере, вы воспитали их в имане во Всевышнего Аллаха, в любви к Аллаху и к его посланнику, «Аль-хакна бихим дзурриятахум». «Я вас соединю с ними их потомство», — говорит Аллах. Они, эти дети, не только продлевают жизнь своих родителей, делают их счастливыми, а напротив Всевышний Аллах говорит, «Я их с теми родителями воссоединю». И теперь вы скажите, какова цена тому богатству, которое вы оставляете своему потомству, которое не намерено с вами воссоединиться в Ахирате? Стоит ли оставлять, во-первых, такое потомство после себя и этому потомству оставлять богатство, которое вы накапливали, собирали словами? Ради детей же это все делаем, говорим мы. Уничтожая нервную свою систему в разных сафарах, ведь человек же сам во многом не нужен, ему очень малого достаточно для того, чтобы быть сытым и так далее. Поэтому одним из важных слагаемых нашего успеха — это воспитанные в имане, в Исламе, в знаниях Ислама наше потомство. И сегодня большая есть... Я почему об этом говорю, братья мои? Потому что перед нами... Знаете, какая угроза? Хвала Всевышнему Аллаху! Ваш город, рядом с которым вы живете, чем этот город славится? Тем, что здесь не прекращается обучение Ильму. А ведь сегодня есть угроза исчезновения такого явления, такого барракадного, такого... Что такое Ильму? Что такое знание в Исламе? Это подстанция Ислама. Это что дает энергию Исламу? Что двигает Ислам вперед? И сегодня очень мало становится родителей, которые готовы жертвовать на пути знаний этой религии своими детьми. У нас как бывает? У нас бывает, когда детям обращаются, когда им всего лишь 5-6 лет, я хочу ребенка отдать в Мадраса, говорит. Но когда он становится 16-летним, 17-летним, вот здесь шайтан ему не даст отдать в Мадраса. Он стоит перед выбором, а если я его на путь Ильму отправлю, откуда он будет кормить семью, задает ему вопрос шайтан, и он себе задает этот вопрос. А до этого можно отдавать, а самый нужный момент, переломный момент юноши, это когда он на пике своей энергичности, на пике своих способностей, в этот момент мы отправляем детей то налево, то направо. Мы думаем, что если он окончит какой-то вуз, он богатым станет. Мы думаем о его благосостоянии. Где вы видели какого-нибудь алима, который ради Всевышнего Аллаха посвятил свою жизнь знаниям ислама и ставшим нищим? Вы слышали такое? Нет. Вот этого, дорогие родители, не бойтесь. Вот здесь наши испытания, вот здесь мы проходим испытания, проверку на, любим ли мы путь Всевышнего Аллаха, уповаем ли мы на Всевышнего Аллаха, именно тогда, когда мы решаем судьбу наших детей. Судьбами распоряжается ведь только Всевышний Аллах. Поэтому не бойтесь отдавать их на учебу улемаам, чтобы они получили знания в исламе. Дорогие братья, особенно очень важно воспитание наших дочерей, потому что наша именно женщина, именно мать, она находится со дня появления на этот свет у изголовья наших детей и воспитывает их. Эти дети от наших матерей, от наших дочерей впитывают то, что находится в сердце у матери, на устах у матери, что он будет слышать от своей матери. Мать — это воспитательница поколений. Улемаи говорят, если воспитаешь сына, воспитал одного человека, если воспитал дочь, ты воспитал поколение, говорят. И этому свидетельствует хадис пророка, где посланник Аллаха сказал, «Ман-джа-а-ху бин-тани фа-ахсана торбията хума, хатта юзаввиджа хума, ау-ямута ан-хума, фа-ана-кафилюху фил-джанна». Послушайте, тот, кому Всевышний Аллах даровал двух дочерей и воспитал их наилучшим образом, пока не вышли они замуж, или же пока он не покинет этот бренный мир, «фа-ана-кафилюху фил-джанна» «Я его гарант, я за него несу ответственность в раю», сказал посланник Аллаха саламу алейхи вассалям. Так ведь он о мальчиках не сказал, о девочках он сказал. Поэтому сегодня та пропаганда, которая нацелена на борьбу с исламом, вы знаете, что давно прекратились открытые войны против мусульман и против ислама. Современные методы борьбы совсем другие. Это не огнестрельное оружие, это не атомное оружие, это идеологическая борьба, информационная борьба. И вся эта информационная политика, идеологическая борьба направлена на, в первую очередь, на развращение женщин, девушек. Через что? Через мобильные телефоны, в которых есть разного рода соцсети. И поэтому вы следите за мобильными телефонами. Сегодня мобильный телефон, это айфон и так далее, это предел мечтаний многих девушек, многих парней. Поэтому он им не нужен, пока вы не воспитаете их хорошенько. Пока вы твердо на ноги их не поставите на опоры имана, веры во Всевышнего Аллаха. Улемаи говорят Ты, говорит, сначала семь лет играй со своим ребенком, семь лет потом воспитывай его, семь лет потом наблюдай за ним. После этого ты можешь за ним, о нем не беспокоиться. Воспитание наших детей, особенно наших дочерей, это долг каждого из нас. Поэтому, увлекаясь мирским успехом, не забывайте об этом успехе. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах дал всем вам тавфиq, для того, чтобы не оказаться среди тех родителей, о которых в судный день, как говорится в Ахаре, от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, он передает, что в судный день, когда будут такие люди, когда их будут ввергать в ад, они скажут, «Я, Рабби, ла адхулу ннара хатта удхила аби калби каблии». «О, мой Господь, я в ад не войду, пока передо мной мой отец не пройдет в ад». Вот так будут говорить то потомство, воспитанием которых нам некогда заниматься. Поэтому, дорогие братья, это очень мудрое наставление в плане воспитания наших детей. А что касается беспокойства за то, что если мы посвятим жизнь наших детей поиском знаний, что они что-то из этого дуния упустят, это очень ошибочное заблуждение, которое внушает нам зачастую только лишь шайтан. Ведь в хадисе посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма передается, посланник Аллаха сказал, воистину тот, кто станет на путь поисков знаний, Всевышний Аллах берет на себя, гарантирует ему его риск. Это не значит, дорогие братья, что он станет попрошайником, что он станет иждивенцем, нет. Тот, у которого есть он получает все инструменты, все, что необходимо для того, чтобы обеспечить себя дозвольным заработком. Это значит и упование на Всевышнего Аллаха в первую очередь. Это значит таваккуль, это что такое? Это целеустремленность, упование на Всевышнего Аллаха, применяя все, что он может на этом пути делать. Он будет обладать такими качествами, как честность, он будет обладать такими качествами, как профессионализм, потому что имея знания, зная о Всевышнем Аллахе, он не позволит что-либо делать, не зная это дело. Воистину тот раб, кто на самом деле по-настоящему богат, богат тот раб Всевышнего Аллаха, который довольствуется тем, что Всевышний Аллах ему дает после того, как он проявляет усердие. Довольство это не то, когда ты просто так пускаешь все на самотек, не чувствуя никакой ответственности, что Аллах тебе откуда-нибудь бросит на твою дорогу, на твою голову какой-нибудь достаток. Нет. Канаат и упование на Всевышнего Аллаха подразумевает применение всех средств и способов всех своих сил. Ты используешь асбабы таким образом, что только асбабы все решают. Но после того, как ты сделал все асбабы, ты уповаешь на Всевышнего Аллаха так, как будто ты ничего не сделал, а все зависит от Всевышнего Аллаха. И действительно, ведь все зависит только от Всевышнего Аллаха. Поэтому, дорогие братья, особенно очень важно понимать, что когда в вашей семье обучаются дети чтению Священного Курана, изучают знания о Всевышнем Аллахе, получают знания о своей религии, этим самым вы поклоняетесь Всевышнему Аллаху. Однажды посланник Аллаха заметил одного человека, который не покидал мечеть и все время поклонялся Всевышнему Аллаху. И он у него спросил, а кто, как ты зарабатываешь? Я вот смысл привожу этого киса. Каким образом ты обеспечиваешь свою семью? Он говорит, брат помогает мне, говорит, а я, говорит, здесь поклоняюсь Всевышнему Аллаху. Нет, говорит посланник Аллаха ему. Иван ахука абаду минка, он сказал, тогда получается твой брат больше поклоняется чем ты. Больше тебя поклоняется твой брат, который может позволить себя обеспечить тебя. Дорогие братья, когда мы воспитываем своих детей, когда мы их не воспитываем, когда мы не находим времени для того, чтобы их обучить, обсудить дома что-либо из аспектов этой религии, времени не находим, какими эти дети становятся. Эти дети, какими они становятся, мы, которые работают имамами, очень хорошо знаем. Приходят дети, и спрашивают, что полагается ему и делят наследство. Спрашивают, а где отец умер? Нет, еще отец живой, понимаете, хозяин этого имущества еще живой, уже делится наследство. Мы им говорим, слушайте, вы куда торопитесь, вы что отца своего заранее хороните, это что, ваше имущество? Тот тоже бедный, не знает же из-за своей, из-за того, что всю жизнь посвятил детям, он тоже приходит, не знает, я говорю ему, слушай, это твое имущество, ты хозяин этого имущества, вы куда лезете, куда торопитесь распределять имущество, которое еще вам не принадлежит, он бедный не может распоряжаться, уже вот что такое, вот для кого этот человек работал, для кого он тратил свое здоровье, некогда было бедному лечиться, и вот когда он ушел на пенсию, не может двигаться, уже торопятся наследники распределить имущество, вот о таких детях я и сказал, что есть дети, которые хоронят своих родителей заживо, то ли у Харуна Рашида, то ли Умар Абди Азиза, могу ошибиться, когда он был болен, он начал очень быстро распоряжаться, расходовать свое имущество на пути Всевышнего Аллаха, чтобы не оставлять после себя ничего на тот свет для хисаба, и ему визирь говорит, не оставите вы для своих детей что-либо, у вас же дети есть хорошие, почему им не оставите ничего, он ему сказал, Аллах в Священном Куране сказал Аллах покровитель тех, кто воистину уверовал, в другом аяте сказано Аллах берет на себя попечительство праведных, правоверных уверовавших, мусульман, ведь Аллах же так говорит в Священном Куране, если они станут таковыми, воистину уверовавшими, богобоязненными, имеется ввиду настоящими людьми, они не пропадут, они будут жить в достатке, и Аллах за них покровитель, если Аллах на себя их берет, я зачем, зачем мне им оставлять имущество, он сказал, а если же они не намерены быть таковыми, то тем более, говорит, оставлять имущество им на растерзание и на растрачивание, на запретное, чтобы мне потом за это отвечать перед Аллахом, послушайте логику великого нашего предка, как он рассуждал, не стоит слишком увлекаться тем, что вы для детей делаете, и при этом забывая их иман, их воспитание, таким образом, если вы так будете оставлять им только богатство, о невоспитании, не сделаете, не воспитаете их настоящими мусульманами, му'минами, людьми настоящими, то в первую очередь сами ваши дети же вас разочаруют. Не дай Аллах разочароваться еще в жизни, как разочаровался этот мужчина, который был, которого я видел лично. И ни одного я видел, а многих я видел таких. Дорогие братья, наилучшим богатством является довольство. Довольство тем, что Всевышний Аллах нам дарует. Лучше довольства нету богатства. Довольство это когда ты доволен, воздаешь хвалу Всевышнему Аллаху за каждое благо, которое Аллах тебе дарует. И при этом ты не ленишься, ты трудишься, работаешь, выполняешь физический труд, умственный труд, и при этом уповаешь на Всевышнего Аллаха и воздаешь хвалу Всевышнему Аллаху за результат твоего труда. Однажды один из правителей спросил, кто здесь царь? Этот визир подумал, он разозлился, поэтому спрашивает. Ты, говорит он. Нет, говорит он. Аль-Малик говорит, настоящий король тот, который нас не знает и которого мы не знаем, у которого есть на сегодняшний день пропитание, у которого есть жилище, у которого есть жена, которым он доволен. Если бы он нас знал бы, он пытался искать наше довольство, а если бы мы его знали бы, мы бы тоже ему не дали бы покоя, король это тот, который живет сам по себе и довольствуется своей жизнью. Вот этот человек король, он сказал. Вот слова мудрого правителя. Научитесь быть довольствующимися тем, что Всевышний Аллах нам дарует, а благ Всевышнего Аллаха их огромное количество, которых невозможно перечислить. А что касается воспитания наших детей и вообще нашего поведения, сегодня вы знаете, когда мусульмане были очень крепкими в имане, очень примерными в поведении, не знали, как разрушить их единство. Враги пытались по-разному победить нашу уму, но они достигли своей цели только тогда, когда сумели склонить нашу молодежь, наших юношей к запретному через нравственное разложение, через аморальные явления. Вот это и дал повод для того, чтобы ослабить нас. И сегодня, когда мы говорим, что мы можем сделать для ислама, мы можем сделать очень многое. Это наша семья, наше поведение, это защита для нашей религии. Поэтому наши враги целью поставили разрушить семью. Когда нет семьи, нет общества. Именно на наших семьях держится наша умма. Дай Аллах Всевышний нам всем тавфиq, воспитание наших детей, их обучение, и чтобы мы были успешными не только материально, чтобы мы были успешными в воспитании детей, в поклонении Всевышнему Аллаху, и физически, чтобы мы были здоровыми. Это вот некоторое из того, что составляет успех мусульманина в этом дуне. Слава Алейкум ورحمة الله وبركاته